Фиаль слеза заволожает и защищает очи при синдроме сухого ока. Андрей Андреевич Пентковский, российский публицист. Андрей Андреевич, приветствую вас. Добрый день, Влад. Начнем с такого вот вопроса, цитаты. Недоброжелатели пытаются раскачать ситуацию внутри РФ. Мы не позволим им это сделать, об этом говорит Путин. В связи с этим у меня несколько вопросов. Действительно ли Путин может что-то контролировать еще в Российской Федерации? Если нет, то на кого рассчитано вот это вот заявление? Это на элиту, на силовиков или это на внутреннюю аудиторию, то бишь рядового россиянина, который, ну, скорее всего, поверит? Ну, я не знаю, на кого оно рассчитано. Явно, что Путин потерял контроль над ситуацией, ну, по крайней мере, в таком важнейшем процессе, как конфликт между ЧВК Вагнер и руководством Министерства обороны. Мы же видим, что это уже практически ситуация военного бунта. Пригожин уходит самостоятельно, он не получил такого приказа. Он просто поставил в известность Министерства обороны, что он выходит из Бахмата, закон завершит этот выход к 5 июня. И в то же время он говорит, что он уверен, что Министерство обороны снова проиграет. Но он использует другой, более жесткий термин, который я не могу использовать в нашем эфире. И Путин ничего не может возразить. Тем более, что Пригожин ведет уже атаку персонально на него, называя его счастливым дедушкой, законченным чудаком и так далее. Это конфликт полностью, который развязал сам Путин. Ему нужны были атаки на Шойгу и Герасимов, чтобы объяснить прошлогоднее поражение России виной генералов, а не виной фюрера. Это классическая проблема всегда в фашистском государстве при терпящем поражении. Но это атаки вышли из-под контроля и теперь уже Пригожин атакует войну в целом, называя ее безмозглой. Ну, опять же, мне очень трудно его цитировать дословно. Поэтому Путин, да, Путин не контролирует ситуацию. Вот в ближайшие дни покажут. Создана такая ситуация пересменки в Бахмуте, которым, я уверен, воспользуются украинские вооруженные силы, которые двумя флангами нависли над теми российскими военнослужащими, которые еще остались в Бахмуте. Каков шанс, что это может быть, знаете, попытка заманить? И вот это вот все, что мы видим, всю эту картину, ссоры, непонятки, это все вот какой-то серьезный продуманный план, на который мы клюем. Вы знаете, мне уже надоели эти вот бесконечные разговоры, что это хитрый план Путина, вот все выполняют. В чем хитрый план Путина, если каждый день вот эта пиар-компания, это же Пригожин не одиночка, он фронтмен, какие-то очень крупные силы за ним действуют. Она дискредитирует не только, скажем, Шойгу и Герасиму, как неудачных полководцев, она дискредитирует саму идею войны. Готовит тоже зет-патриотическое сообщество к принятию неизбежности поражения в этой войне. Какой смысл в такой дискредитации войны, тем более в личных оскорблениях высших военачальников, а теперь уже и главнокомандующего, очень трудно представить, вот великий замысел. И в конце концов, давайте посмотрим, что в ближайшие, ответ на этот вопрос даст в ближайшие дни развитие событий в Бахмуте. Да, будем наблюдать за тем, что будет происходить в Бахмуте. И также, вот знаете, есть новость, Украина имеет реальную возможность вернуть себе Крым в этом году из-за недостатка необходимого оружения у Российской Федерации. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью «Вашингтон-Пост». Почему я это прочитал? Потому что вот мы с вами обсуждаем вот эти все ссоры, потерю контроля, также вот в преддверии того, что может быть в Бахмуте. Но если, допустим, Бахмут не даст того необходимого топлива, чтобы вот разогнать всю эту систему и вот эту трещину усилить, то, возможно, выход к Крыму и полностью возврат, ну, наверное, он уже запустит какой-то бесповоротный сценарий. Безусловно, любой крупный впечатляющий успех украинского наступления, будь то взятие города, например, Мелитополя или разрушение Крымского моста, будет уже триггером необратимых изменений. Мы же видим, насколько взрывоопасна ситуация внутри, внутри путинской верхушки. Или вот, или сдача, сдача Бахмута, или даже, скажем, мы ждем, нам анонсирован день начала операции, и нам обещают довольно прозрачно какие-то неожиданности. Если это будет сильный удар сразу по нескольким серьезным позициям, с целью российской армии, любой успех украинской операции будет триггером неизбежных политических изменений. Поэтому я бы, вот, я согласен с британским министром и странным делом, что вполне реально освободить Крым в этом году. Но основную причину я вижу в этом не в запасах, там, того или иного вооружения в Российской Федерации, а именно вот в политической ситуации. Вот вы правы, она настолько созрела, что нужен вот какой-нибудь яркий триггер, который взломает эту ситуацию, и тогда необратимые политические изменения в Бункере произойдут независимо от количества оставшихся ракет, танков или снарядов у российской армии. Америка желает России добра. США не стремятся к свержению власти в России в интересах Вашингтона, чтобы Россия была процветающей страной, заявил госсекретарь Блинкен. Цитата. «На протяжении 30 лет мы поддерживаем с Москвой стабильное отношение и сотрудничество, потому что считаем, что безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки». Также Блинкен отметил, что Вашингтон приветствует любую мирную инициативу по Украине, которая усадит Россию за стол переговоров. Читая эту новость, сначала вот какие-то такие непонятные были впечатления, возможно, где-то даже странные, показалось, как будто бы Америка заигрывает, а потом вот как-то углубившись в эту мысль, я всё-таки подумал, что, наверное, они таким образом дают понять, что у Вас есть последний шанс как-то завершить эту всю историю. То есть как-то намекают на то, что вот сейчас закончить бескровно и как-то вот урегулированно ещё для Вас реально, потом уже, наверное, нет. Совершенно верно Ваше впечатление, потому что одновременно с этим заявлением о потенциально добрососедских отношениях с будущей Россией, Соединённые Штаты приняли целый ряд решений в поставках вооружения, сняв последний, собственно, табу и с истребителями, и с дальнобойными ракетами. Но последней точкой, я надеюсь, будет в ближайшее время решение под предоставлением дальнобойных ракет «Этакс». Ну, кстати, Блинкин – это самый большой друг Украины и внутри администрации Америки. Он же… Вот есть же другое, ещё дискурсы, всё время продолжающиеся на Западе в последние дни, вот как относиться к ударам Украины вглубь российской территории. Так вот, Блинкин ещё после удара по Купу Кремля ответил совершенно чётко на этот вопрос. Это полное право Украины использовать все оружия, имеющие его распоряжение, как она считает нужным для своей обороны против агрессии России и для изгнания оккупантов с Российской религией. Ну, как это можно вообще эти дискуссии вести? Сегодняшние, последние, сегодня утром бомбили Киев самолёты, которые находились… Они не входили в украинское воздушное пространство, они находились над российской территорией и оттуда уничтожали мирное население. Там было несколько человек, погибло в Киеве. Так какие могут быть разговоры о законности или незаконности ударов Украины по российской территории? К сожалению, даже в американской администрации есть какие-то… Иногда делают двусмысленные заявления по этому поводу, но тут у Блинкина его позиция по этому вопросу очень чёткая. Пашанян заявил, что Армения не поддерживает ни одну из сторон в войне России против Украины. В войне с Украиной мы не союзники России, и наше восприятие этой войны, этого конфликта – это беспокойство, потому что это прямо влияет на все наши отношения. На Западе отмечают, что мы являемся союзниками России. В России видят, что мы в этой войне не являемся их союзниками. Выходит, что мы не являемся ничьими союзниками, что означает, что мы уязвимы. Тут же Кремль отреагировал, сказал, что мы приняли этого внимания. Но вопрос другой. Не занимая вот эту позицию, Пашанян говорит о том, что они уязвимы, и это для них невыгодно. Но так если невыгодно, может уже стоит занять какую-то конкретную позицию? Ну, я понимаю, насколько в Украине разочарованы позиции Армении. Тем более, что во всех голосованиях в последние два года они всегда не поддерживают правоукраинской резолюции. Ну, вот то, что сегодня сказал Пашанян, ну, давайте примем это как, может быть, максимально возможно в ее ситуации. Армения находится в чрезвычайно уязвимом, тяжелейшем положении геополитическом, в которое ее последовательно за 30 лет загнала Россия. Ну, и ей очень трудно, так скажем, резко отказать, осудить сейчас Россию. Ну, боже мой. У нас есть достаточно других, гораздо более решительных союзников. Простим это, Армения. Ну, скорее, тут, наверное, по принципу «враг моего врага». Наверное, все-таки это заявление нужно со знаком «плюс» для нас оставить. Вот именно. Я говорю, в этой ситуации, в которой находится Пашанян, да, я бы тоже отметил таким маленьким знаком «плюс». Услышал вас. Такаев предложил Германии больше миллиона тонн нефти на замену российской. Казахстан готов увеличить поставки в ФРГ в шесть раз. Ну, тут еще, конечно же, соединяем все то, что Китай, как бы, начинает выкидывать Россию из взаимоотношений. Да, вы хотели что-то сказать? Ну, слушай, вот очень здорово, вы сознательно ли у нас случайно получилось, вы как бы срифмовали Армению и Казахстан, разные позиции под нашим. Ну, они находятся в разных геополитических условиях. Конечно, Такаев, Казахстан может себе позволить независимую позицию решительную. Он вообще не стесняется просто издеваться над Путиным. Ну, помните, еще в ноябре 21-го года, еще до начала войны, на экономическом форуме Петербурга, он в присутствии Путина просто отхлестал его, когда объяснял очень подробно, как международный юрист, почему он не может признавать эти самые республики НДР. Недавно он гетко патролил Путина и Лукашенко, у вас там уже одно государство, и даже ядерные бомбы, НДР. Во-первых, Казахстан чувствует себя неуязвимым против возможных попыток воссоединения каких-то северных территорий с Россией после успехов замечательных украинских вооруженных сил. Все вообще позиции по всему советскому пространству России. А во-вторых, вы уже это заметили, у них есть такой надежный друг и спонсор, Китайская Народная Республика. Поэтому он может все позволить. А у Азербайджана есть Турция, понимаете? А у бедной Армении нет никого. Вот она в самом тяжелом положении и вынуждена каким-то образом вот так лагировать их отношения с Россией. А остальные наши бывшие собратья по Советскому Союзу уже посылают Кремль по адресу русского корабля и не стесняются. Да. Но выходит, Казахстан теперь может стать в будущем таким связующим интересным звеном между Китаем и Европой. Ну да. Это символично, что как раз на встрече Китая с Казахстаном и Республикой Центральной Азии принято решение основной железнодорожной магистрали, вот этого один путь, один пояс, вести южнее России. Да. Рейд российских добровольцев в Белгородскую область России поставил Кремль перед выбором защищать свою территорию или покидать оккупированные территории Украины, об этом пишет британская разведка. Российские командиры сейчас стоят перед острой дилеммой усиливать оборону в приграничных районах России или укреплять свои позиции в оккупированной части Украины, пишет британская разведка. И вот интересно ваше мнение, что же выберет Путин, Россию или Украину? Ну, он потеряет и то, и другое. Пока он выбирает важнейший аспект, между прочим, вот в этом выборе самый острый, касается систем противовоздушной обороны. Дело в том, что беспилотники, они изменили всю концепцию воздушной войны. Дело в том, что такая уязвимая с точки зрения обнаружения радиолокационного поверхность этих беспилотников, она очень мала, не только из их размера, а потому что там мало металла, больше композитных материалов. Поэтому их очень трудно обнаружить. И вот это проблема для всех, особенно для России и своей громадной территории. Существующая система была совершенно неадекватна. Мне кажется, что вот эти последние забросы на беспилотников, в том числе на Москву, они были просто пробной акцией такой. Похоже, там и не было достаточно серьезного взрывчатого материала. Ну вот сегодня я слышал дискуссию между российскими экспертами. Для серьезной защиты Москвы от беспилотников нужно 60 панцирей. 60 панцирей. Их в Москве единицы. Мы видели, как там, помните, генералы-полковники генерального штаба чуть ли не на собственной спине тащили какой-то панцирь на крышу генерального штаба. Потом его переносили в Лужники, где выступал Путин. У путинской резиденции подмосковной установлен панцирь. Это неразрешимая проблема. И вот это одна из важнейших, самых эффективных подготовительных операций, так называемая формирующая операция перед масштабным выступлением. Это растянуть российскую линию обороны и поставить, я не знаю, задачу ответа. Пусть Путин на нее отвечает. Неразрешимую задачу, как защищать тысячекилометровую границу Украины с Россией и вообще всю территорию России от атак беспилотников. А вообще вот эти рейды российских добровольцев в приграничные областя Российской Федерации, они могут помочь сделать вот эту вот буферную зону, о которой уже как бы в начале войны, по-моему, или даже в середине говорили, в нашей разведке? Ну, это посмотрим, как будет расти их численность. Ведь потенциально они могут пополниться переходящим на их сторону этими несчастными мобиками. И вообще мы видим, что операция в Белгородской области была уже намного масштабнее и эффективнее, чем, помните, два месяца назад в Брянской. Более того, ясно же, что сейчас в России вот все ли заметили такое, все говорят о ЧВК Вагнера и его конфликтах с Министерством обороны, но забывают, что в России уже сформировалось более 40 ЧВК. Понятно, для чего они создаются, не для войны с Украиной. Война с Украиной проиграна. Это понимают все серьезные военные экспорты. Это ЧВК создаются такими влиятельными игроками для участия в будущей, уже мафиозной войне между различными группировками за передел власти и громадной собственности, остающейся бесхозной в случае падения путинской группировки. Так вот, дело в том, что политические вопросы в России в ближайшие годы будут решаться не голосованиями, а вот взаимодействием сыровых ресурсов ЧВК. И на этом фоне может появиться новый игрок, российский добровольческий корпус. И он обязательно появится. Ну, знаете, возможно, еще один игрок появится. Вот Ксения Собчак предложила жителям Шебеки на помощь с временным переездом. Но, зная амбиции Ксении Собчак и вообще ее образ, невольно предполагается, что это подготовка такого политического плацдарма. Не всем понятно, зачем это ей, но вот интересна ваша мысль. Ну, она готова всегда присоединиться к политическим победителям. А я вот неоднократно говорил во многих выступлениях в украинской эфире сегодня, повторю, что, на мой взгляд, вот за таким ярким фронтменом Пригожиным стоит серьезные политические силы, военные, которые убеждены в неотвратимости поражения России и серьезно думают над другой проблемой. Как сохранить власть и собственность, потерпевшие поражение стране? По сути, что вот вся пропаганда Пригожина, она готовит общество к принятию идеи поражения. Ну, у этой идеи найдется много попутчиков среди российского правящего класса. Путина нельзя арестовывать, если он окажется единственным человеком, с которым нужно будет вести переговоры о мире в Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Если через несколько месяцев у нас появится окно для переговоров, вопрос будет стоять между судом и переговорами, и вам придется вести переговоры с лидерами, которые у вас есть де-факто, то я думаю, что переговоры будут приоритетными, сказал Макрон. Интересное заявление, можем с разных абсолютно сторон его проанализировать, и с юридической точки зрения, куда важнее, наверное, практической, и с фактической. Вот интересен ваш комментарий. Ну, Макрон как-то не может не оставаться Макроном, наиболее мягко настроенным в Путину среди всего корпуса европейских. Но согласитесь, он сдвинулся, сдвинулся. Гораздо в более агрессивную сторону по сравнению с Москвой и своими практическими решениями передачи, например, ракет «Скалп», анонсированная им Украина. Но он ошибается. Мне кажется, что переговоры, серьезные переговоры и украинской стороне, и заприк, конечно, придется вести с российскими лидерами, но это будет уже не Путин. Ну, в любом случае, непонятен, знаете, момент переговоры или суд. Потому что, с одной стороны, мысль Макрона о том, что либо что-то менять сейчас, либо в дальнейшем, но все-таки ориентироваться на международное право и требовать возмездия по международному праву. Тут возникает, вы затронули, очень острейшую проблему. Давайте рассмотрим такой сценарий. Вот произошел то, что мы называем таким успешным триггером, успех Украины в наступлении, который привел к серьезным политическим событиям в бункере. Путин отстранен от власти. Пришла вот группа людей, вот те, которые сегодня стоят за пригоженным условно. И они готовы вести переговоры с Украиной об организованном выводе российских войск за границы России 1991 года. Ну, конечно, придется с ними вести переговоры. Но эти люди наверняка захотят, как переговорщики, и в процессе этих переговоров поставят условия, или, вакцентричу, выскорят такое пожелание, чтобы их, и вот их лично не Путина, а их тех, которые отстранили Путина, и готовы организованно вывезти войска, не привлекали в будущем как военных преступников. И вот тут возникнет дилемма, очень серьезная. Ну, ради того, чтобы организованно вывезти российские войска, и без боевых столкновений, и, то есть, дощищ победы, сохранив в жизни десятков тысяч украинских солдат, готовы мы будем закрыть глаза на преступления именно вот этих конкретных людей. Вот такая дилемма, которую, возможно, придется рассматривать и украинскому руководству, и Западу в самой ближайшей временной перспективе. И украинскому обществу в том числе. Да. Хотел бы с вами также затронуть тему самопровозглашенного президента Лукашенко. Есть несколько заявлений. Запад готовит силовой сценарий смены власти в Беларуси, говорит Лукашенко. Ну, и второе заявление. Он говорит, что нужно было бы раньше нападать, в 14-15-х годах решать проблему, когда не было ни армии Украины, ни готовности. Ну, и сюда же, наверное, впишу тему проблем со здоровьем. И хотелось бы по каждому пункту от вас услышать оценку ситуации. Вот проблемы со здоровьем, по-моему, есть с психическим. Вот это самое последнее его заявление о том, что раньше нужно было нападать и уничтожать Украину, она как бы лишает его шанса в будущих дискуссиях проявить там конструктивизм и способствовать выходу российских войск из Беларуси и добиться, как бы, иммунитета за эти заслуги от Международного суда. Но вот после этого заявления у него таких шансов не остается. Ну, проблема Лукашенко – это мелкая, производная от проблемы Путина. Судьба Путина решается на поле боя в Украине. И уже как следствие и судьба Лукашенко, естественно. Вот очень непонятно, ведь он делал, согласитесь, он делал пробросы в другую сторону. Вот, помните, по-моему, в начале мая было удивительное его заявление. Вдруг ни с того ни сего он ляпнул. А вы знаете, вот в этой Украино-Русской войне солдаты не понимают, за что они воюют. За утром они не знают, за что утром им придется идти в бой и умирать. Ну, оставим на его совести эту оценку относительно украинских солдат. Они прекрасно знают, за что они воюют. Но, согласитесь, это довольно смелая для него оценка психологического состояния российских солдат. Мне кажется, он тогда продумал какие-то возможные варианты пропетлять. Но вот почему он делает такие заявления отрезающие, как-то не похожи на его философию вечного петляния. Ну, возможно, мы еще где-то через неделю-две увидим абсолютно зеркальное заявление. И, кстати, дополню вашу мысль о том, что он же там где-то вот в том периоде и хвалил украинские войска, ставил в пример, говорил, вот посмотрите, как они сражаются. Посмотрим. Да, он оставлял себе, оставлял себе, возможно, альтернативы. Пока белорусские войска не заходят на территорию Украины, я думаю, что он в любом случае оставляет себе эту возможность, даже не говоря, что бы он ни сказал, точнее. Да, он всегда будет этим спекулировать перед следователем международного трибинала. Вот видите, как я пропетлял. Я не послал белорусских войсками. Да, ну, поможет ли это ему, вопрос остается открытым. В любом случае, Андрей Андреевич, я вам благодарен, что подключились, что общались и отвечали на мои вопросы. Спасибо, Влад, за очень интересную беседу. До следующей встречи. Да, до скорой встречи. Андрей Андреевич Пянтковский, российский публицист, долучався до эфиру 24-го канала.